Около недели продолжаются боевые столкновения на территории Курской области России. Западные союзники считают, что Украина имеет полное право на защиту от российской агрессии, в том числе и на территории РФ. К примеру, Белый дом не видит проблем с применением украиной оружия США на фоне наземной операции в Курской области. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Они используют его в зоне, где мы ранее говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь – помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина. Одобрительно отреагировали на бои на территории Курской области РФ и в МИД Германии. В комментарии для издания «Политика» в ведомстве заявили, что Украина имеет право на самооборону, и это право не ограничивается ее собственной территорией. А вот в Кремле началась паника. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова решила пожаловаться в ООН на якобы нарушение прав человека военными в СУ. Представительница страны-агрессора, которая два с половиной года ведет геноцидную войну против Украины, требует от международного сообщества судить действия якобы украинской армии в Курской области. При этом в офисе Генсека ООН несколько дней ранее выразили обеспокоенность, комментируя ситуацию. Боевые действия на территории РФ не на шутку напугали и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он заявил, что украинские дроны якобы нарушили воздушное пространство Беларуси и пригрозил ответной реакцией. Вскоре Минобороны Беларуси заявила, что перебрасывает танки к границе с Украиной во избежание провокаций. Действия Лукашенко комментирует украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен. Перебрасывает он войска, механизированные какие-то бригады, несколько танков под камеры, мол, я снова возвращаю, Искандеры, Полонезы. Пока что движение техники никто не заметил, но он перебрасывает. И ему, конечно же, влетело от Путина 200%. При этом Украина официально не комментировала ситуацию в Курской области. Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале опубликовал фото и лаконично написал. Продолжаем операцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok